Однако бывают такие случаи, когда правитель относится к Исламу, однако он совершает то, что выводит человека из Ислама. Как это было во время имама Ахмада Рахима Аллах. Правитель во время считал, что Кур'ан сотворён, был в этом убеждён и заставлял людей принять это. Имама Ахмад Рахима Аллах совершал за ним, а потом возмещал молитву. То есть здесь имама Ахмад говорит, тот, кто возмещает совершенную молитву за ними, тот мубтаде, это имеется в виду за мусульманина, если его беда не дошла до куфра, то есть не вывал его из Ислама. Что бы он ни совершал из грехов, пусть он пьёт спиртное, пусть он совершает зина и так далее. Это всё является физком, пока человек не посчитает разрешённым. Если человек посчитает любой грех халалом, зная о том, что это грех, то этот человек выходит из Ислама. А если он совершает это, зная, что это харам, и будучи убеждённым в этом, зная, что он ослушивается Аллаха, то есть он думает, покаяться и так далее, то это обычный грех и не является куфром, который выходит человек из Ислама. Поэтому человек, который видит правителя пищевый спиртное или там находящийся с женщинами и так далее, пусть это не подтолкивает этих людей, выносит этому правителю такфир, считает его кафиром и так далее. Это грехи. Поэтому имам Ахмад каждый раз отмечает баррихим во фадире. Совершается джума, совершается айдайни, совершается дихад вместе с ним, выплачивается ему закат и так далее. Баррихим во фадире. Благобоязненному, так же фадире. Не разделяется это. Слушается и повинуется баррихим во фадире. Будет это богобоязнен или же фадире. Пока он не совершит куфор. Слушается и повинуется.